Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Мифы о болезнях и эпидемиях. Голод. Почти все люди полагают, что голод возникает из-за отсутствия продовольствия. На самом деле, это не совсем так. Только небольшое количество эпидемий голода связано с недостатком продуктов питания. Как правило, во время голодных эпидемий в странах, где они происходят, имеется достаточно хлеба и риса. Во время голода в Бангладеш в 1974 году там на душу населения приходилось больше хлеба и риса, чем в период с 1971 по 1976 годы. Во время голода в Эфиопии в 1973 году производство пищевой промышленности снизилось там минимально. Во время голода в Ирландии в 1845 году, когда население страны снизилось с 8 до 5 миллионов с учетом умерших и бежавших из страны, Ирландия преспокойно продолжала экспортировать в Англию мясо и зерно. По мнению профессора экономики Сена, причина голода не недостаток продовольствия, а его распределение. Продукты по тем или иным причинам не доходят до потребителя. Так, голод в Бангладеш в 1974 году возник из-за массовой безработицы осенью, которая, в свою очередь, произошла из-за летнего наводнения. У людей, потерявших работу, не было денег, чтобы купить рис, хотя его прошлогодний урожай был очень хорошим. Грипп. Существует несколько устойчивых заблуждений касательно гриппа. Первое. Грипп – это не ОРЗ. На самом деле грипп – это острое, тяжкое заболевание дыхательных путей, которое входит в группу острых респираторных заболеваний – ОРЗ. Второе. Простуда и грипп передаются только по воздуху. Действительно, ОРЗ передаются воздушно-капельным путем, но есть шансы подхватить болезнь и при рукопожатии. Чтобы защититься от инфекции, следует тщательно мыть руки и лицо с мылом после улицы, поездок в общественном транспорте и контактов с заболевшими. Кроме того, самая лучшая защита – ограничить контакты с больными людьми и избегать многолюдных мест. Третье. Вакцины дают стопроцентную защиту от гриппа. На самом деле, вакцинация не гарантирует стопроцентной защиты от заболевания. В лучшем случае, сопротивляемость организма инфекции повышается на 16-20%. От других простудных заболеваний вакцинация не помогает. Взрослый человек сам может решать, прививаться ему или нет. Но вот пожилым людям, входящим в группу риска, лучше сделать прививку, чтобы обезопасить себя от болезни. Четвертое. Делать прививку можно в любое время года. Это неверно. Каждый год специалисты Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, определяют вирус гриппа, который будет циркулировать в этом году и дают рекомендации фармакологическим компаниям, изготавливающим вакцины. Прививку нужно делать до возникновения эпидемии, чтобы в организме успели выработаться антитела. Во время и после эпидемии гриппа вакцинироваться бесполезно. Пятое. Марливые повязки защитят от болезни. Обычные маски, которые многие из нас носят во время эпидемий, не обеспечивают полноценной защиты от инфекции. Дело в том, что размер частиц, на которых распространяются вирусы, слишком мал, и они проникают сквозь материю. Существуют и более продвинутые маски, которые не пропускают эти частицы, но такие маски не очень удобно носить и в них тяжело дышать. Лучше, если органы дыхания будут защищать не здоровые люди, а больные. Так будет распространяться меньше инфекции. Шестое. Противовирусные препараты. Панацея от всех болезней. Противовирусные препараты созданы для лечения гриппа, и их не стоит принимать для профилактики и лечения простуды, которой часто болеют люди зимой. Также не рекомендуется принимать смесь из противовирусных и симптоматических... Сэмпл. Комплит. Редактор субтитров.